всем привет сейчас у нас в ремонте электронная книга pocketbook модель у нас 614 ну как видно проблема у нас с дисплеем сейчас будем его менять покажу как это все делается значит купили мы вот такой вот экранчик ink сейчас приступим к разбору книги нам понадобится значит задняя часть книги она у нас не на винтах просто отщелкивается загоняем аккуратненько какой-то шпателек и вскрываем отщелкивается довольно все легко значит сейчас для начала мы обесточим книгу отключим аккумулятор видим отклеиваем каптон и у нас отщелкнулся отщелкнулась колодка аккумулятора дальше мы подключаем шлейф нового экрана и смотрим как у нас будет работать экран подключаем колодку аккумулятора и включаем нашу книгу так видим дисплей у нас работает сверху тут на нем наклеена транспортировочная пленочка мы ее пока не трогаем отключаем опять же отключаем аккумулятор включаем дисплей так разборка тут откручиваем винты платы дальше вот здесь где разъем микро юсб немножко поддеваем и плата у нас отсоединяется теперь момент с этим кожухом мы его сдвигаем вниз так как здесь получаются вот такие вот как бы защелки вот для того чтобы достать экран нам надо его сдвинуть вниз а тут в свою очередь приподнимаем просто немножко нижнюю часть она выходит вот таких вот таких вот пластиковых стоек и сдвигаем вниз вот достали мы металлическое шасси ну и сам дисплей по идее он у нас подклеен с обратной стороны на двухстороннем скотчем мы можем взять вен поставить там на температуру порядка 120 градусов и аккуратно подогревать есть еще такой момент поскольку экран у нас все равно биты берем смывку и чуть-чуть чуть-чуть смачиваем по периметру ждем немножко так я думаю даже будет проще и у нас эта вся штука уже отклеивается тянем аккуратно потому как рамка у нас из пластика если тянуть очень сильно то рамка может треснуть все таки можно сюда еще смывки подлить опять ждем немножко смывка у нас разрушает двух сторонний скотч все старый экран мы сняли теперь важный момент нам нужно очистить старый скотч очищаем он уже легко снимается потому как смочен смылкой дальше берем такой вот новый скотч и проклеиваем новым скотчем у нас чуть-чуть ええ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Так что касается модели экрана получается здесь стоит модель экрана Сейчас увеличу Модель экрана ED 060 SCT Это та которая здесь стояла Так еще такой момент здесь тут есть подкладка Мы ее тоже сейчас поставим Ну чтобы там экран сидел жестко не мантелялся Обязательно подкладку надо посмотреть Чтобы здесь не было никаких осколков стекла Ну и сам экран когда вы будете уже устанавливать То нужно посмотреть чтобы на рабочем столе тоже никаких винтиков не было Потому что может треснуть Так дальше этот экран мы подклеим сейчас другим скотчем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Защитную пленочку мы убираем Наклеим ее уже после установки Экран должен у нас легко установиться Обязательно смотрим здесь есть бортики По периметру И ни в коем случае Если вы видите что не идет экран То лучше его снять аккуратно И посмотреть Так как Если вы будете на него давить То есть риск того что он треснет Заглядываем в Ну не должно быть кстати щелей Между вот экраном и корпусом Если все вы сделали правильно Все ок Щелей нету Так экран мы поставили Дальше мы устанавливаем Вот это вот шасси Шлейф Пропускаем сюда Тоже шасси мы ложим Шлейф мы пропустили В окошко Для него да И теперь Аккуратно Аккуратно Двигаем Кстати еще есть такой один момент Еще один момент Сейчас я вам покажу Вот эти вот элементы Которые здесь расположены На этом конденсатор Его нужно тоже проклеить Каптоном Почему? Потому что у нас получается Само шасси Вот тут из металла И могут быть Допустим какие-то касания Чтобы такого не было Взяли вот так вот Подклеили Каптоном И все Так Делаем все это дело Не спеша Так как экран у нас Очень хрупкий Все попало у нас В пазы Теперь мы аккуратно Его сдвигаем Нет одна сторона Не попала Пазы Так Тут попало Все Теперь у нас Вот так Все готово Здесь все попало Проверяем Здесь попал Пазы Тут попало Попало И здесь И эти Тоже Попали в пластиковые Стоечки Все Все стало на свои места Дальше подключаем нашу плату Вернее устанавливаем Смотрим Смотрим Там пластик Там пластик Разбит Поэтому туда Лучше Даже этот винт И не закручивать Плата будет держаться На трех винтах Не будем туда закручивать Дабы этот винт Не упал Ну Со временем На плату И не устроил там Беды Вот Плата никуда У нас не денется Дальше Подключаем Шлейф Еще тут есть Такой важный Момент Вот этот вот Шлейф Нужно его закрепить Я его буду закреплять Забыл как называется Этот скотч Он используется Для шлейфов Матриц В ноутбуках Так И Подключаем Питание Сейчас давайте проверим Просто на включение Видим У нас все включается Клеим Транспортировочную Пленочку Клавиша у нас Работает Ну и теперь Можно подклеить Чтобы уже у нас Наш экран Ну сам шлейф Вернее Не выпал Из своей колодки Еще можно вот так Все Теперь он точно Никуда не денется Обращаю Также еще Ваше внимание На вот эту Флешку Она как видно Здесь вот Из завода Тоже приклеена Почему? Потому что Тоже бывает Такая неисправность Что Книга Перестала включаться Где-то Она упала Либо просто там Встряхнули Ею И сама флешка Она могла Вылететь И все уже В общем Не будет она Работать Из-за этого Так Ну и теперь Все мы поставили Собираем Нашу камерочку Защелки Здесь Все делаем Аккуратно А Сейчас Такой момент Вот здесь Вот верхнюю часть Мы вставляем Кстати Вот Так Смотрите Еще по этой книге Такой один Важный момент Когда вы Получается Вот это Вот металлическое Шасси Ставите обратно То Мало того Что оно должно Попасть Вот в эти пазы Когда вы Уже досовываете Это шасси Оно еще Должно попасть Вот в эти пазы Видите Да Их тут три Если вы будете Использовать Толстый скотч Допустим Для проклейки Вот здесь То оно Сюда не попадет То есть Тут Такой вариант Либо вообще Скотч не использовать Либо использовать Но очень Очень тонкий Вот Если вы сюда Не попадаете То тогда Вы Вот эту Верхнюю крышку Нормально Не закроете Вот Поэтому Либо Можно вообще Не проклеивать Вот этот Вот периметр По скотчам Тогда За счет Вот этой Вот уплотнительной Штуки Дисплей Будет держаться И Никуда не денется Вот Значит Мне пришлось Подразобрать За кадром И Поставить Уже На место Вот это Вот шасси Ну Ставиться Не сложно Но тем не менее Нужно быть Аккуратным Так Дальше мы Крышечку Вот видите Сейчас уже Крышка Стоит нормально Дальше Защелочки Защелки Защелки Так Ну Собственно Все Проверяем У нас Ого Надо я Включить Так Как видно Книга у нас Работает Все Нормально Также Можно проверить Ее на заряд Видно Тоже Индикация Заряда Пошла Ну Собственно Ремонт Можно сказать Закончен Всем Спасибо Всем пока Пока Продолжение следует